В этом видео я расскажу вам о знаменитостях, которые нашли свой последний приют на Троекуровском кладбище. 3 ноября 2007 года не стало семьи актеров Александра и Дмитрия Дедюшка и Светланы Чернышковой. Светлана и Дима тоже снимались в кино, но не так активно, как Александр. Зрители знали его благодаря ролям в фильмах «Сармат», «Офицеры», «Оперативный псевдоним» и по многим другим. Причиной смерти семьи Дедюшка стало ДТП. Светлана, Александр и Дмитрий нашли свой последний приют на шестом участке Троекуровского кладбища Москвы. Диме было всего 8 лет, Светлане 30, а Александру 45. Рядом с семьей Дедюшка на шестом участке Троекуровского кладбища покоится известный советский и российский актер театра и кино Владислав Галкин. Он известен зрителям по фильму «Приключения Тома Сойера» и «Геккельбери Фина», «Ворошиловский стрелок», «Диверсант», «Мастером Баргарита» и по многим другим. Владиславу Галкину было 38 лет. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. Любовь Полищук стала известна после премьеры телефильма «12 стульев» в 1976 году. В этом фильме был эпизод, в котором она танцевала танк с главным героем в исполнении Андрея Миронова. Актриса сыграла более 100 заметных ролей в кино. Любовь Полищук ушла из жизни утром 28 ноября 2006 года. Ей было 57 лет. Причиной смерти актрисы стала саркома позвоночника. Любовь Полищук похоронена на шестом А участке Троекуровского кладбища. 15 мая 2005 года из этого мира ушла актриса Наталья Гундарева. Наиболее известные роли она сыграла в таких фильмах, как «Осенний марафон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Вас ожидает гражданка Никонорова», «Хозяйка детского дома», «Сладкая женщина», «Однажды 20 лет спустя» и в других. Наталье Гундаревой было 56 лет. Причиной ее смерти стал инсульт. Актриса покоится на шестом участке Троекуровского кладбища. Советская и российская актриса Марина Голуб скончалась 9 октября 2012 года. Ей было 54 года. Актриса сыграла более 70 ролей в кино. Ее можно увидеть в фильмах «Юность Петра», «Ширли-мырли», «Обручальное кольцо» и в других. Причиной смерти Марины Голуб стала ДТП. Она похоронена на Троекуровском кладбище на шестом участке. Справа от Марины Голуб покоится актер Андрей Панин. Он умер на 51 году жизни 6 марта 2013 года. Актер был известен по фильмам «Трио», «Журов», «Бригада», «Граница таежный роман» и по многим другим. Слева от Марины Голуб покоятся советский и российский актер и режиссер театра и кино, теле- и радиоведущий Игорь Кваша. Актер стал широко популярен после исполнения роли в телефильме «Тот самый Мюнхгаузен». С июня 1998 по апрель 2012 года Игорь Кваша вел телепередачу «Ищу тебя», которая через несколько лет была переименована в «Жди меня». Актер и телеведущий скончался 30 августа 2012 года. Ему было 79 лет. Причиной смерти стала болезнь легких. Советская и российская певица, народная артистка РСФСР Валентина Толкунова завершила свой земной путь 22 марта 2010 года. За 44 года творчества певицей было исполнено более 800 песен. Многие из них отмечены различными наградами и пользовались успехом у слушателей всех возрастов. Валентине Толкуновой было 63 года. Причиной ее смерти стал рак мозга. Певица похоронена на шестом участке Троекуровского кладбища. На втором участке Троекуровского кладбища нашел свой последний приют знаменитый советский актер Николай Рыбников. Большому числу людей он известен благодаря ролям в фильмах «Весна на заречной улице», «Высота», «Девчата», «Седьмое небо» и во многих других. Николай Рыбников скончался от сердечного приступа 22 октября 1990 года. Ему было 59 лет. В конце апреля 2000 года рядом с актером похоронили его жену, известную актрису Аллу Ларионову. 16 августа 2017 года этот мир покинула советская и российская актрисы театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вера Глаголева. Она была известна по фильмам «Выйти замуж за капитана», «От тебе», «Искренне ваш», «Зонтик для новобрачных», «Сошедшие с небес» и по многим другим. Вере Глаголевой был 61 год. Причиной ее смерти стал рак желудка. Актриса покоится на 8-м А участке Троекуровского кладбища.